Здравствуйте, друзья! Темой сегодняшнего обзора будет очередной гаджет из экосистемы умного дома Xiaomi стерилизационная лампа 5, которая появилась на краудфандинге Яупин. Это устройство использует ультрафиолетовое излучение для стерилизации и дезинфекции помещений. Производителям заявленная эффективность 99,99%. Мощность устройства 32 Вт. Производитель ламп Philips. Наработка на отказ 9000 часов. Максимальная площадь помещения для дезинфекции до 30 квадратных метров. Интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. Поставляется устройство в плотной картонной коробке, выполненной в белом экосистемном дизайне с фотографией и логотипом системы Мидзи. Упаковано все достаточно надежно. Сверху и снизу используются противоударные вкладки. Кроме лампы, в комплекте есть небольшая инструкция на китайском языке. Корпус гаджета выполнен из черного пластика. Внутри него находится двойная трубка ультрафиолетовой лампы, защищенной со всех сторон. Высота лампы 24,5 см. Я бы охарактеризовал ее как настольное устройство. Для дезинфекции помещения ее нужно ставить на что-то хотя бы в метре от пола, а лучше еще выше. Ширина и глубина одинаковые, 12 см. Ее легко переносить и использовать одну лампу для разных помещений. Нити накаливания ламп находятся снизу, их видно. Что же касается замены, думаю, что это будет не очень просто, как с точки зрения разборки, так и подбора самой лампы. На нижней части устройства продублированы все его основные параметры и номер модели. Для управления используется одна сенсорная кнопка у основания лампы, а для индикации два светодиода там же. Кнопка может быть заблокирована от случайного нажатия. После включения в сеть светодиод с пиктограммой Wi-Fi начинает моргать. Mi Home обнаруживает новое устройство в зоне доступности, а кликнув на него, запускается мастер подключения. Выбираем домашнюю сеть и ждем, пока применятся настройки. После этого подключение завершается тремя стандартными шагами, выбором локации, имени устройства и при необходимости предоставления доступа другим Mi аккаунтам. Итак, лампа появилась в общем списке устройств. Напоминаю, что я использую приложение Mi Home с сайта kapiba.ru, регион Китай, ссылка в описании. Плагин лампы довольно простой. В верхней части отображается ее текущее состояние, под ним кнопка включения. Еще ниже время стерилизации и под ним включение блокировки кнопки. Время работы зависит от площади помещения, в расчете 15 минут на 10 квадратных метров. Максимальная площадь, на которую рассчитана лампа, 30 квадратных метров. В целях безопасности лампа стартует в течение 30 секунд. В окне статуса отображается обратный отсчет от завершения стерилизации. Встроенный датчик движения отключает на 30 секунд лампу, если обнаруживает чье-то присутствие и отправляет уведомления в приложении. Меню лампы стандартное, тут можно изменить имя, локацию, проверить версию прошивки, вывести ярлык на рабочий стол. Для автоматизации устройство предлагает 4 варианта действий. Включение и выключение лампы и режима блокировки кнопки. Несмотря на наличие токена устройства, добавить его в Home Assistant мне пока не удалось. Устройство включается через приложение, сценарий или кнопка и последовательно длинное и короткое нажатие. После этого выдается звуковое предупреждение. Собственно, сама лампа включится только через 30 секунд после этого. И людям находиться в это время в помещении нельзя. Светит достаточно ярко и очень скоро начинает явно ощущаться запах озона. Датчик движения очень чувствительный. Он ловит движение даже сквозь дверь с матовыми стекляными вставками и мгновенно отключает лампу. Снова раздается предупреждающий звуковой сигнал. Через 30 секунд после обнаружения последнего движения лампа включается опять. По использованию я переношу лампу из одной комнаты в другую. Она подключается к сети довольно быстро в течение минуты, ну максимум полутора. После чего ее можно снова запускать. Лампа имеет всестороннюю направленность, поэтому располагать ее лучше на какой-то возвышенности в центре комнаты. Я считаю, что в свете последних эпидемиологических событий иметь такое устройство дома будет совершенно не лишним. Можно, например, дезинфицировать верхнюю одежду, обувь, покупки, принесенные из магазина. А возможность интеграции в систему умного дома существенно повышает удобство работы с этим устройством. Можно включать его по расписанию или удаленно. О том, что устройство работает, говорит сильный запах озона. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все самые последние новости, а также интересные купоны и распродажи по тематике умного дома, вы можете увидеть на моем телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. До свидания, до новых встреч.